Итак, друзья, я приехал в Турцию и сегодня в этом видео я вам покажу Анталию и, соответственно, расскажу свои первые впечатления. Конечно, меня после Египта Турция очень сильно поразила, она цивилизованная, я уже немножко устал от такой разрухи, то, что было в Египте. Здесь, конечно, просто кайф, но, соответственно, и стоит все дороже. Я прилетел на самолете, у меня был ночной рейс 2.50, да и в 5 утра, в принципе, в 6 утра уже по местному турецкому времени я уже был здесь. В принципе, перелет быстрый, цена билета была 8000 рублей, ну, это где-то на наши деньги, там, 90 долларов. Погода такая сырая достаточно, но здесь, конечно, цивилизация, там вообще, эти трамвайчики, шаттлы, тут все показано четко. Конечно, цивилизация, цивилизация, друзья, я в Анталию, приехал, вот еду на таком трамвайчике, в общем, не понял по цене, сколько он стоит, 20 лев вроде бы, на карточку полагаю, карточка стоит 35-40 лев. В общем, что-то пока я не разобрался до конца, поменял 250 рублей, рубль здесь меняет в Анталии, в аэропорту прям, конечно, курс плохой. Ну, что-то не в школу, уже еду, вот такой трамвайчик, шаттл, что и называется, не знаю, все время в 7 утра, прилетел. Так что, друзья, все, я в Турции, всего 6 дня, с 9 числа в Турцию, наконец, приехал. Видите, погодка здесь такая хорошая, дождичек идет. Так вот, что-то, переход. Тоже они едут активно. Прям приятненько, друзья, конечно, солнышек пока нету, наверное, еще рано просто. Но ощущения такие какие-то, не знаю, ближе к России. Здесь все, что-то такое. В Турции как-то поближе. Но, конечно, здесь все сразу и дороже. Понятно. Приятная джерализация, нормальные пешеходные переходы, все по-человечье. Приятненько здесь уже идет. Я вообще с кастом. Сейчас тут госаду уже, квартиры продаются, тенейки лечат. Так вот, думаю, попаясь с ним к нему, там, или по навигатору поставил. Кафешки, жалая пройти. Конечно, здесь такие дома новые стоят, красивые. Конечно, Турция прям вообще цивилизованная. Очень сильно. После Грузии даже, вот после Египта вообще, конечно, прямо. В Турции просто какой-то рай. Все совсем по-другому. Есть, конечно, тоже какие-то постройки. Новых домов куча строят. Сателлик, помню, продажа у них переводится. В общем, так цивилизованно все. Готинчик хороший, сок. В общем, сейчас пока вот иду домой. Надо будет сим-карту купить, а то, конечно, без сим-карты сейчас ничего не найдешь. Как красиво, как дом сделал. Классно. Ох, раннее утро. Доехал на шаттле. Прикольно. Турецкие номера, друзья. Ну как. Я уже до 2 часа перелетел. Получается, уже перелетел в Средиземное море. С красного. Сюда. Вот еще обменничек найти. Вообще будет классно. Отражается все. Какой красавчик увидел, смотрите, вообще такой путешествующий. Мечта американца. Красавчик такой. Вообще. Ох, с музыкой. Класснючий такой. Желтенький. На турецких номерах. Обалдеть. Вон, какие у него фары уже интересные. Я купил мне традиционную штучку. Вообще, так я не скажу, что 12 лир. Вкусняшка. В Анталии. Тут красивая площадь, конечно, ребята, так вот напоминает вообще Европу прям уже. Вот эти трамвайные остановочки. Все вообще прям Европой, Европой, конечно. Вот Марк Ханталия. Торговый центр большой такой, конечно. Цивилизация здесь такая уже прям приятная. Но цены прям, конечно, кусаются. Прям что-то выше все стало гораздо, чем было. На какие-то вещи я вот смотрю. Прям видно сразу. Очень симпатичный домик. Охуляю очень, ребята. Цены, конечно, здесь сразу отличаются. Такие нормальные. Вот тут дошел до центра. Пока смотрю. Базары, одни базары. Вот все, конечно, так культурно. То есть, культурно вообще. Что я помню, Стамбул такой сумасшедший. Здесь прям что-то спокойненько все. И народу сильно нету в этих базарах. Гуляю здесь такие вот, отсюда, прогулочные кораблики разные. И вот гуляю здесь, конечно, красота прям. Какая-то древняя Европа такая. Улочки просто сказочные. Друзья, прям гуляю, как будто попал в пути Европы. Вообще так красиво все. Арена, разные гербы. Полиция вот ездит такая по форме на мотоциклах. Обалденно. И красотки загорают. Красивый побережье Турции. То есть, Анталии. На ладони. Вау. Вот такая длинная, долгая. Там уже пляжи пошли. Рядом горы. Красота. Гуляю по набережной. Погодка сегодня замечательная. Уже кофту снял. У маечки прям в самый то ходить. Как она красиво загоралась. Как она красиво загоралась. Красивый. Очень классное кафе. Выход сюда закрыт. Даже интересно как. Подолгуляться можно. Но нет. Вот эту похожу к центру. По набережной. Тут все турции. Прям Европа, Европа, конечно, друзья. Все очень цивилизованно. Сейчас полицейский подъехал на цикле. Прям вообще. Форма у них красивая. Как у итальянцев тоже. И вот такие, сказать, замечательные виды. Пиратский кораблик. Опа-па. Красота. Ух-та. Такая набережная красивая. Кошечек, собачек подкармливают. Друзья, Луиска Анталия. Я подхожу к центру. Конечно, здесь погода классная. Вообще так тихо, спокойно все. Вид красивый на море. Набережная Анталия. Анталия, конечно, красивый очень город. Конечно, так приятно прийти. Фонтаны вовсю работают. Тепло. Наверное, даже куплюсь. Может быть, не сегодня. За погодку такая же нормальная. Хотя, видите, народ ходит вообще. Весь в кофточках. В маечках мало кто. Но днем вот, гляжу, некоторые издеваются. Когда солнышко хорошее видно. Сейчас, наверное, самая холодная погода. В Турции, я думаю. Ататюрк. Ух. Надо туда прогуляться. Здесь такая красивая набережная около моря. Погода, конечно, замечательная. Солнышко прям. Конечно, тут другие все ощущения после Египта. Дома здесь у них очень красивые. С таким мне очень нравятся. Большие балконы. У них что классно еще. Еще давно я заметил, что у них обязательно в спальне есть душ, туалет. Вот это классно. Не один там на всю квартиру, а в каждой спальне прям. Вот это офигенно. Такие вот балконы закрытые. Отели стоят. Сейчас уже встретил машинку на русских номерах. Сюда еще доехать нормально можно. В Египет вообще не доедешь. А тут можно нормально доехать. Пуфель бензин здесь дорогой. Кстати, еще не смотрел на рублей 120 и 150. Сейчас уже. Вот так. Еще настроение отличное. Здесь. Солнце, конечно, намного чего дает. Так вот. Смотрел погодку. Где-то показывает, что дожди. Но вот сегодня прям в субботу. И очень повезло. Я здесь вообще, конечно, очень классно. Попал в какой-то прям Манхэттен какой-то. На берегу моря. Просто красота. Обалдеть. В Турции, конечно, я не знаю, почему она не в Шенгене до сих пор. Еще там не в Евросоюзе. Просто у них очень комфортно. Все очень классно. Организовано просто супер. Я еще помню по Стамбулу эти вещи все. Но здесь вообще прям такая Шанталия. Шикарно просто. Европа Европы. Очень круто. Шикарно просто. Организовано просто. Просто кайф. Чистые-чистые. Сказочно. Ребята купаются. Все сидят на море. Все сказка. На рыбалке. Вот такой шикарный пляж. Бесплатный. Даже можно купаться. Водичка чистенькая-чистенькая. Шикарный пляж. Шикарный пляж. Шикарный пляж. Загорают собачки, как обычно. Такие места. Друзья, что хочу сказать. Турция, конечно, очень крутая. Вот сейчас прогулялся. Прямо очень все цивилизованно. Прямо, конечно, Анталия. Европа, Европа. Очень круто все. Очень. Но цены очень сильно выросли. Вот. Кто-то здесь как-то умудряется работать еще. Вот. По-разному там наши девушки. Вот. Не знаю, конечно. Очень много здесь, как называется, Казахстана. С Кыргызстана. Вот так. В общем, пока вот смотрю. Сматриваю здесь. Но Анталия очень классный город. Такой прям очень-очень современный. Я здесь был послед раз полтора года назад. И прям, конечно, здесь все шикарно. Конечно, после Египта просто здесь цивилизация такая. Обалденно все. И торговые центры, все цивилизованно. Все классно. Набережные. Шик да блеск. Ну иди столько. Дожечка есть. Дожечка идет. Так-то видите, я хорошо иду, ребят. Видите, майку кофту снял даже. Очень хорошая погодка. Вот. В сланцах иду. Поэтому. Ну вот единственный момент, что здесь получается. Ну, понимаете, классно. Видите, школьники стоят везде. Единственный дожечек бывает. Но это, наверное, лучше, чем снег в России. Хотя, кто его знает. Может быть, снег-то может, по крайней мере, гулять. Вот. А в дождик-то сильно некомфортно. Даже под дождем, то есть, под зонтиком ходить. Афы прям на море выходит. Музычка везде. Но народу никого нету. Дожди или не сезон. Всегда было много народу. Шоты. Цены, конечно, подскатили, ребята. Бутылка корона сейчас спросил, стоит пиво. На наши деньги получается там 315 рублей. В общем, такие вот цены сейчас пипец. Все, конечно, подорожало прямо очень сильно здесь. Какие тут у них блюда разные. Вкусняцкие. И вот район Лора. Красивый такой. Море, конечно, чистейшая. Красота просто. Ну, вот сегодня дожди. И до субботы дожди. А сегодня только понедельник. Такая вот здесь погодка. Надо прям с зонтиком ходить или просто выбирать. И вот прогуливаюсь. Смотри, какие классные аппараты. Такая, как это называется, ромашка. Ромашка такая стоит. Прикольная. Вот дождь вообще прошел, друзья. Так что вот очень погодка хорошая. Видите, машинки старые. Машины здесь очень дорогие. Вчера хотел в аренду взять, ребята. То есть, цены это вчера. 800 лир, в общем, получается. В день. Это, короче, 25 евро. В общем, такие вот цены здесь на машину. Можешь, конечно, побольше дней, наверное, скидка будет. А так машины дорогие. Вон, есть беленький. Это такой, видно, паркишмен какой-то. Тут отличный отельчик. Такая приятная обстановочка. Сегодня, видите, дождик такой полегче хотя бы. А то вообще, конечно, невозможно здесь вчера было быть. Сегодня уже все заработало. Быстро они отливались достаточно. И сейчас посмотрим. Я здесь уже 5 дней живу. В общем-то, неплохо. Я вот такие вот вывески сейчас, наконец, снял деньги в золотой короне. Одна не работала, другая уже думала, опять, сейчас еще не работает. Думаю, тут без денег останусь. За квартиру не заплачу. Вот другая корона работала, ребята. Сразу же перевел, ребята, сразу же там, буквально через минуту. Ну, там подождала большая идея одного человека. Через 10 минут буквально все получил, друзья. Очень быстро все. Там, конечно, комиссии все понятные. Ну, вот, 99 рублей комиссия. Не знаю, знаете, что-то они все там брали. Курская шестообразная такая у них. Ну, вариантов больше нету. Поэтому вот так вот. Вот здесь центр города, друзья. Гуляю, видите, такой сегодня дождичек поменьше, немножко уже получше. Такой вот у них классная брусчаточка постелена. И можно прогуляться. Я вообще брал где-то там в горах за 15 лир. Здесь, видите, стоит 30. Так, ну, в 90 рублей наши деньги, 1 евро. Вот он так готовит. Очень вкусно, с мясом. Вот так вот раз, в тарелочку. Дима перекусить можно, вкусненько. Михаил Ловко отбаврил ее. Такой маленький кафе прикольный. И такая красота здесь. Гуляю. Уже вспотел даже, когда жарко на солнышке. Sunshine. Как красиво кафе оформлено. Вау. Вот, друзья, пришел на рынок такой здесь интересный. В общем, как в Испании буквально тоже с тережками ходят бабушки разные. Здесь я также в Вахмутларе тоже жил на рынке. Ну, что хочу сказать, ребята, здесь. Виктория, ребята, здесь прям вообще стоит. Короче, 450 рублей килограмм. После Египта прям здесь все, конечно, гораздо дороже. Что только здесь нет оливок всяких. Масла. Вот смотрите, какие цены. 150 лир. Это, короче, умножать на 3, ребята. На 3 умножать, Саш. 200 умножать на 3. Это 600 рублей килограмм. Вот такие вот здесь цены. Рыночек. Всякие такие масла. Вот здесь цены, ребята, конечно, такие ху-ху-ху. Поэтому, смотрите, вот. Вот 750 рублей килограмм получается на наши деньги. Забылка называется инжир, ребята, сухой инжир. Орехи тоже такие тут недешевые. Сейчас прогуляюсь, посмотрю. Какие-то траву какую-то продают. Вот яблочки, ребята, 25 лир. 75 рублей килограмм. Такие вот тут. Яблок пока не хочется. Вот эти вроде дешевые. 12 лир. Это получается, в общем, ну, короче, 30 с чем-то рублей. 30 центов килограмм. Недорогие достаточно. У меня аппарата нет, сок выжимать апельсиновый. Дешевые такие, 30 лир кило. 10 лир. Ух ты, а сегодня в магазине все дороже взял. Бананы. Вот такой вот рыночек. Чесночок по 21 тысяча рублей килограмм. А это получит по 3. По 100 рублей килограмм, считай. 1 евро. О, хурма какая классная. 50 лир кило. Хорошая цена. А, нет, вот здесь 60. Сейчас. Чуть-то сразу здесь дешевле гораздо все. 60 лир уже. Более-менее ценник адекватный. Да. Продолжение следует...